Это земля Рададена, где пятьсот лет назад, чуть больше, на эту землю пришел Господь Баларам, также именуемым Господом Ананта-Шеши. Но в этот раз он пришел в образе и именем Шри-Нитаеков. Он родился в семье всеми уважаемого Брамана Нитай-Оджу, а также его благочестивой супруги Шилы-Падмаватель. Нитайка рос очень умным, спокойным и весьма разумным мальчиком. Он не заставлял никому никаких беспокоиться. Во всей округе не было бы никого, кто бы его не любил. Он был такой ангельской красоты, что даже деревья, мимо которых он проходил, поворачивались в его сторону. Что уж говорить про его родителей. Они просто души в нем не чаяли, он был их единственным и неповторимым сыном, и их целью всей их жизни, и квинтэссенцией их существования. Так он родился, помогал отцу, заботился о мальчике. И вот когда ему было 11 лет, единственным его желанием было только одно. Он хотел проповедовать повсюду науку бады, странствовать, и всюду нести имя Господа. Вот только он боялся. Он боялся разбить сердце своим родителям, потому что это означало разлух. Не мог никак на это решить. Но вот однажды случилась такая история. Что это не зацепляет в поле? Он что учился? Дорогая, да я не буду заставлять его работать. Он просто порезвится на свежем воздухе. Да нет. Ты что-то останется здесь, да звонит. Ну, посмотри, в середине лебеда он будет гораздо проповеднее, и я-то нечего. А там, а там солнце нещадно палит. Это выглядит очень мощно, и это солнце, и утромчик. Ну, посмотри, когда я у него нежная белая солнца. Ну, дорогая, там тоже есть синистые деревья, и он прекрасно там погуляет. Да, не тай, сынок? Да. Да, ты спрашиваешь. Вы не на них не можешь расстаться с нашим мальчиком. Ну, обо мне ты подумал? Думаешь, мне легко расстаться с ним на весь день? Мама, да я просто умру. Если я не увижу нашего героевого мальчика, то я не могу. Ну, мы скоро вернемся. Мама, папа, вы обращаетесь со мной, как с маленьким ребенком. Но они годы, и с Патрома Чандалом уже путешествовал с мудрецом Гешва Митре Мунин. Ну, что ж я такое говорю, что-то. Ну, ладно. Попередиться. Ну, пошли, дорогая, пока. Перешивайся. Мама, отпустите. Самое главное. Пока, дорогая. Это скорее возвращай. Не переживай, мам. Закрещайте скорее. Хорошо, хорошо, мы пошли. Почему я в ступенье не могу прощать вашего мальчика? Мир вашему дому, добрые люди. Бога он и вам, святой Вальшнава. Не найдется ли у вас святой корочки хлеба из стакана воды и пепетного стакана? Конечно. Менять в гости святого Вальшнава. Это благословение. Ведь неожиданно пришедший гость, это представитель самого Господа Нарайны. Проходите, дорогой мудрец. Садитесь на веса отсюда, пожалуйста, проходите. Нет, нет. Вода, дорогая, принеси, пожалуйста, воды для омывания в стоп. Дорогой сын, принеси стакан с водой. Нет, нет, спасибо. Не стоит только беспокоиться. На таком, как я. Не надо, не надо. Я лучше пойду. Подождите, вот так же так. Я... Я... Я лишусь вашей милости. Я по вашим словам и вижу, что вы смятенны, святой Вальшнава. Если я не приму вас, я лишусь... Я лишусь... Пожалуйста, поведайте нам о Господе Кришне. Пожалуйста. О, Господь! Неужели кто-то хочет слушать о Кришне? Конечно же. Это не минуя благо рассказывать о Кришне и слушать о нем истории. Не тебе надо. Сынок, подай, пожалуйста, садку воды. Так тебя зовут Нитай. Его полное имя Нитянанда. Какой у вас удивительный сын. Да. А как его все любят. И вмиг не могут пожить без нашего сына. Что я не знаю? Ну, присаживайтесь. Я расскажу вам. О том, как Господь Кришна любит своего брата Балараму. Однажды, Канай, так звали маленького Кришна, и Балай, так звали маленького Балараму, решили полакомиться свежим йогуртом и сбитым махом. И пробрались они в погреб, к одной горке. Я сейчас не буду. Как мне хочется жених фотошурчит. Мне тоже. Поворот. Завтрак был так давно, а обед еще так не скоро. Что делать? Ты знаешь, я сегодня видел, как одна Гоби соседская, она взбивала масло в вот таком горшке. Большой был горшок. Наверняка, оно очень вкусное. Ну и где? А вот нам ее погреб. Пойдем. Ой, сколько горшков. О, у меня же все пустые. А все пустые. Я не вижу никакого масла. Может быть, она как-то повыше его поставила. Да. Придумай что-нибудь, Кришна. А если на сыпочку? Вот такая хитрая Гоби. Давай. А давай ты встанешь точно. А я только. Давай. Левка. Я достал. Я достал. Какое вкусное. Дай дина. Дина. А, что мы? Ну, вот. Диндей, мы что-нибудь в эту воду, вот апельсинов посовем. Давай. А, хватишь кинаешь. Лежи, бала. Охватит мою масло. Порывай. Да что ты бурить? Ловить-ка будет. Все, ты давай. Балараб, обезьян. Что ты делаешь? Все, все, все. А ты думаешь, кто мне масло ворует-то постоянно? А, ну, поможешь апельсинов? А, ну, поможешь апельсинов? Ты тоже хочешь, баларам? А, ну, я не знаю. Яна, пошутила меня. Я же поняла. Так, Мишочек, пойдем. Пойдем, пойдем, Мишочек. Я сейчас тебе вам расскажу. Покажу, кто мой брат. Вот так Канай спас своего брата поворал. А дальше, дальше. Садфу, расскажите. Ведь там Канай и наказали. Гопи обвела. Он обвел Гопи вокруг пальца. И она в мешке унесла собственного сына. Удивительно, откуда ты все это знаешь? А не слушайте его, он еще маленький. Мне показалось. Я думала, что так должно быть. Маленький? Да он уже взрослый. Не дай, не перебивай, Старш. Духовно чисто. Спасибо вам, что вы так добры к нашему мальчику. Позвольте предложить вам наш скромный обед. Пойдем, вы можете нести вашего рода. Да. Я хотел бы спросить у вас одну просьбу. Я выполню все, что пожелаете, мудрец. Знаете, я отправляюсь в паломничество по святым местам. И у меня нет надежного службника. Вы не могли бы выдать своего нетая со мной. Я буду беречь его, как свою жизнь. Может, мне послушали, мудрец? Вы сказали, не тиананда? Да, вашего сына, не тиананда. Не тиананда? Я принесу вам воды. Спасибо. Спасибо. Папа, папа, я принесу воды. Я пьем с тобой за водой. Тебе плохо? Отец, что с тобой? Как же я мог? Как же я мог? Я должен поддержать свое слово. Я должен отдать свое имя. Управить своего сына. Папа, папа. Что, но вы еще дали? Я не могу найти его присоедини. Сейчас, сейчас, помогу. Как же, как же, не могу. Как я могу отдать своего динца на сына? Не тиананда. Не тиананда. Мудрец. Хотелось? Да. Открылась. Я тут должен что-то слово. Ух ты. Ух ты. Папа. Все хорошо? У тебя все в порядке. Спасибо. Удачи на воды. Вам уже лучше? Так как насчет моей просьбы? Ой, опять? Пап, что с тобой? Хорошо. Я должен поговорить уже. Хорошо, я поговорю. Может, вы перемочуете у нас? Ну, уже поздно, тогда вы пойдете на господи. Хорошо? Не дай. Сама, проще покажи. Гостью его помнит. Хорошо? Сюда. Мой милый подмонача, я должен тебе о том, что сказать. Ты тут только не волнуйся. Ладно? Я пообещала ему в лицо, что я отдам нашего единственного любимого сына ему в паломничество. Прости меня, пока от тебя согласился. О, господи! О, господи! Ну что, мне пора идти. В этот благостовенный час нужно отправляться в паломничество по святым местам. Еще много людей хотят узнать о Кришне. Я пойду. Вы, наверное, самый счастливый человек на земле. Вы путешествуете и рассказываете о Кришне. Я бы тоже хотел. Так же, как вы. Пойдем со мной. Ну, моя мама, папа не отпустят меня. Я вчера разговаривал с ним. Папа, мама, вы отпускаете меня? Я прямо воля. Это да. Папа! Это повезло. Мама! Пойдем, не дай. У нас еще долгий путь. Всех благ вам! Перейдите его! Поздаем вам самое дорогое, что сейчас есть. 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 Куда я официалью father? Я найду почему-то я из нее сделал. Отдаются. Давай, давай,куdio. Иди ко мне! Не licensed. Иди во оценку. Иди ко мне на одну П inspections. Иди ко мне. Вот так началось двенадцатилетнее странствие Господа Никингана. С тех пор прошло уже много-много лет, но до сих пор в окрестностях Акачакры можно встретить пожилого странного человека, который кого-то ищет и все время зовут его по имени. Ниталь! Ниталь! Сын! Ничего надо! Ниталь! Ничего надо! 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 Аплодисменты Аплодисменты